А вот и вторая часть влога. Смотрите, кто у меня здесь на руках? Кто это? Это Тома? Как тебе у бабушки отдыхалось? Скажи, о, как! Я успела сегодня два видео снять, очень долгих. Вот, первая часть влога уже на канале. Забыла я там сказать о том, что будет две части, но я думаю, ничего страшного. Не ездили мы в приют на эти выходные, решили, ну, мы договорились с девочками, что в следующие выходные я подъеду, мы там всё более подробно обсудим, поговорим. Они мне более такую, ну, обширную информацию дадут. В общем, да, у нас будет такая встреча, тет-а-тет. Вот, идём домой, сейчас уже время, правда, поздно. Скоро салют будет, мы на салют, естественно, тоже не поедем, потому что я как-то не чувствую себя комфортно. У нас с балкона будет видно. Когда... Ну, и с балкона будет видно. Я не чувствую себя комфортно и в безопасности, когда очень много народу вокруг, особенно на улице, там где-то машины всё равно негде припарковать. И у меня сейчас отвалится рука. Да? Что это? Томочку ждал маленький подарочек. Мячик твой? Да? С маминым любимым фильмом, этим мультфильмом про Стоквашину в глобусе купили. Да, счастье-то какое! Арбуз, скажи! Да. Так, скажи, а что вы все игрушки мои беспорядок навели? Где игрушки? Смотри. Давай я тебе его брошу, хочешь? Давай. Лови! Счастье! Опа! Лови! Давай! Поймала! Ура! Эй! Опа! Вот детское счастье. Просто мячик. Да? Да. Томочка, ты так? Да. Главное, если бы всё было хорошо. И все были целы. Да, Тома? Тома, давай разденемся. Пока мы за Томой ездили. У меня здесь мультиварка готовила. Ого, что-то она долго уже подогревает. Вот такие сделала тевтели из индейки Томочки. Что они такие здоровые. Ну, мы их, конечно, тоже будем есть. И внизу там рис. Смесь дикий и басмати. Я обожаю рис басмати. Не знаю, насколько он полезный. Но могу точно сказать, что он вкусный. Вот. А вообще я прям хочу очень стакан воды. Сегодня было жарко. В Москве прям конкретно. Прям жарко-жарко. Люди уже в майках ходили, в шортах. Так, я сейчас всё разолью. Камера. Ещё один наш ребёнок. Мяу. Скажи, мама. Ты кушать хочешь? Да? Не помешало бы. Ну, пойдём. Разговорчивый ты наш. Да? Крошалец киса. В магазине... А, нет. Не в Тазенис. Фан Дэйв. Вчера купила тапочки. 600 рублей стоили. 37-38. Вот такие милые, обычные. Икеевские свои белые выбросила уже. Ну, а эти тоже они, знаете, такой вариант. На сезон, типа. Но зато с кисами камерам. Видишь, какие кисы. Так, тут у меня ещё что-то есть. Так, лаши-то я пошёл. Взяла ещё просто в Тазенис. Нравится мне, конечно, этот магазин. Очень домашние одежды. Его, правда, в Москве мало. Ну, мало таких магазинов. Там, не знаю, штук пять. Ну, такая безрукавка обычно. Видите, здесь такие растрёпанные края. И что у нас здесь написано? Хэппинес, что-то... Так, сейчас посмотрим. Счастье не приходит просто так. За него нужно бороться. Нужно что-то делать. И счастье приходит от сердца. Ну, от ощущения в сердце. Это всё-таки выражения, чисто американские. Так, сколько она стоила? 550 рублей. Нормально. Так, и... Такие вот штаны. Меня купила эта зелёная резинка. Они короткие. Три четверти это, да, называется? Ну, короче, они достаточно короткие. Ну, тоже домашние. Либо там бегать, гулять. Они, по-моему, не тёплые. Не тёплые, совсем тоненькие. Стоили они 1300 рублей. Короче, тоже удачная покупочка. Но я, правда, люблю этот магазин. У меня все мои майки. Все майки. Ну, и там много всего, в общем, именно из этого магазина. Уважаю их. Получился очень даже неплохой рис. Мне очень нравится басмати. Также за его аромат. Не только вкус, но и аромат. Ну, надо было водички, конечно, поменьше добавить. Но так как мы уезжали, я боялась, что пригорит всё. Я в мультиварке рис не делала никогда. Поэтому, да. Добавила воды чуть больше. Ну, в следующий раз буду знать, что всё нормально. Можно добавлять, как написано в рецепте. Взяла в Заре ещё себе вот такие вот джинсы. Они тоже короткие. Но я думаю, такие джинсы сейчас у всех есть. Драные, короткие, непонятные, большие. Цвет мне понравился. И как они сидят на попе. Но это вы уже потом как-нибудь увидите. Я не буду одевать их сейчас. Очень такие. Ну, приятные, достаточно качественные. Мне понравилось. Так, что там написано у нас? Так. Ну, да. Цена была 3600. И на эти джинсы это сейчас стандартная цена. То есть, это недорого, недёшево. Это вот в большинстве магазинов сейчас именно такая цена. Ну, мне очень даже они понравились. Тома, хлопай в ладоши. Хлоп, 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 хлоп. Ну. Хлоп, 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 хлоп. Хлоп, 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 хлоп. Хлоп, 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 хлоп. У тебя энергии столько, да? Ты в машине поспала? Устала. Ты устала? Хлоп, хлоп, хлоп. полюбила. Дай мячик. Бам. Такая вот большая деловая колбаса. Если ей не давать этого делать, она начинает ругаться. Очень сильно ругаться. Зачем ты? Она тебе мешает? А, ты с ней не можешь залезть. Так. Ой, чемпион. Ты у нас большая уже девчонка. Ты у нас сторона. Так, что тут у вас на столе? Так, опа. Все. Так, мышка, компьютер, скажи. Сейчас все смонтируем, маман, не переживай. Я уже все знаю. Так, это для... Э, ты что сделала, Тома? Будем сейчас Томочку купать. Хочу ей подготовить все после купания, что нужно ей. Как вас тут поставить? Так. Упадете? Упадете. А так упадете? Не упадете. Алло, высокая. Так, я хотела быстро сказать, как у нас сейчас с процедурами обстоят дела после купания. Если нужно подстричь ноготки, это до сих пор наши любимые ножнички пиджин для младенцев. Они нас ни разу не подвели, ни разу вообще никаких ран не было, ничего абсолютно. Значит, их. Потом носик прочищаем. Любым спреем для носа. У нас это американский Little Remedies, но можно даже маслом делать турундулу и прочищать. На ночь очень хорошо. На ночь тоже любой крем можно под подгузник. Ну, это не обязательно, но желательно. Но обычный крем без цинка, естественно. Если нету раздражения, это просто защита какая-то, барьер, чтобы ночью там ничего не случилось. Дальше. Ушки мы еще чистим палочками с ограничителями, но нам уже лор сказала, что нет, все, их не надо. Но я хочу их допользовать. Тут уже осталось штучки 4. Что, их выбрасывают, что ли? В мои уши они точно не поместятся. Так, это готово. Дальше обязательно женская гигиена ее, да, девчачья. Это ватный диск и вазелиновое масло. Ну, оно у меня просто в бутылку налито было, в стеклянном флаконе оно было раньше. Ну, и я думаю, мамочки, девочек поймут, что мы делаем. Это нужно делать обязательно. Даже несмотря на то, что там сколько, год ребенку, два года, лучше делай, чтобы, ну, все было чисто там и аккуратно. Так, и еще что-то хотела сказать и забыла. Ну, наверное, в принципе, если у нее есть какие-то шелушения на коже, то я использую какой-нибудь лосьон легкий тоже. Не масло, а именно лосьон, чтобы кожа через него дышала. Обычно это какой-нибудь там веледо, вот такой вот у нас с календулой. Ему уже год, наверное, и он до сих пор практически полный, поэтому скоро, наверное, у него уже даже срок годности пройдет, но пройдет и пройдет. И я плохо показала. Вот такие вот заколочки милые купила Томочке в Гобусе по 70 рублей. У нее эта челка, и она не... Она ей мешает, но Тома не дает ее закалывать. Она вечно сбрасывает заколки. Оля Исаева, расскажи секрет, как Алиса с бантиками ходит. Тома, если на нее одеть бантик, то это вообще будет, мне кажется, караул. Она, ну... Она не поймет этого. Она его где-нибудь там, не знаю, ножницы найдет, порежет, сожжет, в унитаз спустит, еще что-нибудь. И она может, поверьте мне. Этот ребенок может все. И очень прошу вас дать мне совет, как чистить замшевую обувь. Чем ее можно очистить? Мне очень важно знать. Знаю, что есть пены специальные, но насколько я помню, я когда-то пробовала, и у меня ничего не получилось. Знаю, что люди как-то молоком чистят, содой, мылом. А может, детским мылом можно? Девчонки, я вас очень прошу. Если вы знаете, но знаете, вот, сами, да, это делали, и вы уверены. Ну, либо там мамы, либо родственники какие-то. Я была бы вам очень признательна за совет. Камерон, он ловит кого-то. Камерон, ты кого ловишь? Сережа Тома кормит, и будем уже ее купать. Да, кормим сегодня перед купанием, потому что она уже очень кушать хочет. Тома, расскажи нам что-нибудь. Вот так всегда. Ты хочешь, чтобы я тебе что-то приготовила? Что ты хочешь? Вот, любительница книжек. Держи. Не надо. Не надо, ты что сделала опять? Да что ж такое? Тома, ну что ж ты сделала? Ну что, что? Да. Ну что, все? Идем купаться? Как думаешь? Пора уже? Да. Все, скажи. Папа, бери меня. Возьми ее. Расскажите мне, какой у вас самый любимый советский мультик? У меня это вообще мультик всех времен и народов. Это Простоквашина, Союзмультфильм. И поэтому даже мячик такой выбрала с героями из Простоквашина. Могу даже сейчас на самом деле включить и смотреть. Очень прям люблю этот мультик. Никогда мне не нравились всякие там бременские музыканты. Не знаю почему, как-то вот неинтересно мне это было. Ну, Винни-Пух, конечно, наш тоже достаточно веселый, хороший. Вот, интересно будет, напишите в комментариях, какие мультики вы до сих пор любите смотреть. Ну, как любите. Если вы мама, то приходится смотреть мультики. У меня это, конечно, 100-100% Простоквашина. Бам! Вот мама все подготовила, а одежду не подготовила ребенку. Она у нас спит обычно в этих цельных костюмчиков из Некста, которые вот эти коровки. Ну, просто удобно. Она у нас не спит под одеялом. Она его всегда скидывает, независимо вообще ни от чего. И, естественно, она мерзнет. Поэтому, да, одевает она вот такие вот у нас. Мы одеваем ей вот такие костюмчики на ночь. Все, буду заканчивать влог. Я думаю, уже пора, уже время много. Вот так вот. Буду с вами прощаться. Спасибо, что были с нами. Еще раз с праздником всех. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Постараюсь всем ответить. Подписывайтесь на мой контакт, на мой перескоп, на мой инстаграм. И увидимся с вами в следующем видео. Всем пока. Спокойной ночи. Субтитры сделал DimaTorzok